Всем привет, ребятки, с вами Flash. Я обнаружил, что разработчики хотят нам дать глобальный контроль над RT при помощи видеокамер. То есть мы, не выходя из дома, имея компьютерную станцию, сможем посмотреть, что происходит на интересующем нас RT. Я, правда, обнаружил не везде видеокамеры, но то, что обнаружил, обязательно вам покажу, будет интересно. Но перед этим еще отвечу на парочку вопросов, которые люди задавали в комментарии насчет видеокамер. Итак, поехали. Начну с того, что немножко изменили интерфейс компьютерной станции. Теперь добавили вот такую вот рамочку, то есть экран в экране. Далее время, причем это время полностью соответствует времени на сервере, то есть сейчас 11.46 утра. Список доступных камер перенесли вниз. Далее, когда вы переключаетесь, добавлена вот такая некая рябь. И когда вы переключаетесь на ту или иную камеру, вот тут включается счетчик времени. Это показывает, сколько вы провели на этой камере. Вот видите, да? Все понятно. Если вдруг какая-то из камер по каким-то причинам вышла из строя, давайте просто ее разрушили, либо она осталась без питания. Хотя, наверное, если разрушили, то может пропадет. Сейчас проверю. Соответственно, если вы попытаетесь на нее опять переключиться, то вообще у вас будет вот такая вот рябь. Да, действительно, я камеру полностью удалил, но в списке она у меня осталась. Причем из списка удалить как-то ее, я даже не знаю как, никак не получается. То есть будет все равно рябь. По поводу разрушения камеры. Здоровье у нее есть. Давайте я стрельну один раз с калаша, с простого патрона 5.56. Получается, по комбат логу, вот я попал в нее, у нее 500 здоровья и калаш снял 0.5. Что? Сейчас я попробую целый рожок выпустить, посмотрю, сколько останется. Да, какое-то странное первое попадание получается, она снимает 0.5, а потом уже по 5 хп. Каждый выстрел, вот, пожалуйста, я стрелял с калаша. Хотя, 40, 35. А, это я в новую уже начал стрелять, все, я понял. Это я просто случайно попадал в стену. Видите, волн написано, вот сама камера. То есть по 5 хп. То есть 10 выстрелов, это 50 хп. 100 выстрелов, это 500 хп. То есть, по идее, со 100 выстрелов камера разрушится. Давайте теперь попробуем побить просто железным топором. Надеюсь, я попадаю по камере, потому что как-то летят куски бетона, и кажется, что я по стене попадаю каменной. Да, оказалось не так просто попасть по камере, вот в какую-то в эту часть надо целиться, когда только ты попадаешь. А все остальное по стене проходит. Топор, получается, наносит урона по 2.5 хп. Вот я начал бить, 500, 498,5 осталось и так дальше. То есть, получается, 10 ударов у нас 25 урона, 100 ударов, 250 урона, 200 ударов топором, чтобы разрушить камеру. Теперь давайте проверим ночной режим, если он такой у нее или нет. Поставим ночное время. Сядем за нашу станцию и включим первую камеру. Ну, как видите, ночного режима какого-то у нее нет. То есть, не видит она в полной темноте, так же, как вы. Теперь по поводу двух одинаковых названий для камеры. Что будет происходить? Если две камеры уже подключены к сети, то есть, они запитаны. Давайте попробуем этой назначить пятерочку названия. Первой мы ее назначили. И теперь второй камере тоже пытаемся сделать название цифра 5. У нас этого не получится. Вот я заглядываю, видите, кобальт все равно осталось. А тут сохранилась пятерочка. То есть, если уже существует камера с таким названием, которое вы хотите дать, вам это название отдать не получится. Получается, двух камер с одинаковым названием быть, в принципе, не может. Сразу у многих, наверное, сейчас возникнет идея. Так это же способ. Это же можно сейчас сидеть, подбирать постоянно название. Если вдруг какой-то не дастся, значит, соответственно, оно за кем-то зарезервировано. Можно хоп и подследить. Но я думаю, что чтобы найти такое название совпадающее, потому что тут можно как и цифры, так и буквы вводить, но это просто нереально. И смотрите, какой длины можно сделать название. Это практически Unreal. По поводу одинаковых названий, что не может быть двух камер с одинаковых названий, я немножко слукавил, потому что, в принципе, можно исхитриться и дать одинаковые названия. Когда они не подключены, то можно это сделать. Вот, например, цифру 10 сюда ввожу. И сюда тоже цифру 10. И теперь она сохранится, потому что камеры, эти обе, как бы не подключены к глобальной сети. Но тут действует такой принцип. Какая первая камера подключится к сети, та, собственно, в ней и будет. Потому что вот я подключил вот эту. Второй подключил вот эту. Давайте я разверну, чтобы мы их отключали вообще куда-то вбок сюда. Вот, теперь у них вроде бы как бы одинаковое название 10. Но вот эта была подключена к сети первой, соответственно, и она будет отображаться у нас в станции. Вот я ввожу десяточку. И сейчас появится камера, которая смотрит тупо вбок. Да. То есть, видите, та не подключилась, потому что уже занята. И очень важный момент по поводу вращения камер и по поводу зума. То, что я говорил в прошлом видео. В общем, Хелк сказал, что в этих камерах не будет ни вращения, я имею в виду дистанционного, вот со станцией управления, ни зума. Как и люди, многие писали в комментариях, что якобы это аналоговые камеры. То есть, они староваты. И у них, в принципе, не предусмотрен был механизм дистанционного вращения. Они только вручную настраивались и все. Соответственно, коль Rust это типа игра а-ля реализм, соответственно, зачем наделять предмет той функцией, которую он, в принципе, не обладал. Потому что тут нет механизма вращения. Поэтому, увы. То есть, настраивать ее можно поворачивать только вручную, задавать направление и все. Увеличения тоже никакого не будет. Но, Хелк сказал, что вот этот джойстик неспроста. И в будущем он будет использоваться для новых предметов удаленного доступа, которыми вот этим джойстиком вы будете управлять. И причем турель, ребятки, многие писали в комментариях, тоже, скорее всего, будет управляться, будет иметь возможность управляться вот с этого джойстика. Потому что, если внимательно присмотреться к турели, у нее тоже есть камера. Видите, она подключена к чему-то там. И, возможно, добавят просто... Ну, хотя не добавят. В общем, добавят возможность задавать каждой турели тоже вот тут свой ID и к ней подключаться и дистанционно управлять джойстика. Прямо стрелять, нажимать на эту кнопку и смотреть. Вот это будет, конечно... Вот это компенсировало. Ладно, я уже смотрю, что здесь не будет вращения, но если в турелях будет и вращение, и управление, и там своя камера, вот это будет супер. Ну, а теперь переходим к самому интересному. Что это за возможность такая наблюдать за всеми РТшками? Ну, может быть, не за всеми. В общем, если сюда ввести такое вот название, большими буквами, дом, дом 1, и добавить, то у нас появляются в списке эта камера. На нее переключаемся, и что мы видим? Мы видим все, что происходит вот тут вот у основания нашей сферы. То есть название РТшки дом английское. Соответственно, мы видим. Я сразу полетел к этой сфере. Естественно, посмотри, где же эта камера воткнута. Я подлетел сюда, заспанил сюда коптер, чтобы он как опознавательный знак, и начал искать. И я ее нашел. Ну, это было не совсем трудно, потому что она беленькая, светится. Вот она здесь. Я перезашел на основу, и камера на основе сейчас, вот актуальная, не на стейджинг, а на основе, здесь нету этой камеры. Соответственно, я по логике стал думать. Раз ее добавили здесь, значит, ее могли добавить и на других РТ, и нужно их искать. Но вот так вот просто летая, тыкать в какие-то уголки, ну, это очень сложно. Поэтому что я сделал? Я начал отключать, смотреть, к какому типу предметов она относится. То есть, тут через админ панель можно отключать там деревья, все, что хочешь, поверхность и так далее. В общем, я ее искал, и вот по кнопочке Default она исчезала. Соответственно, Default я оставляю, а все остальное нафиг выключаю. И World в том числе. И тогда РТшка полностью пропадает, и камера у нас висит. И я начал так облетать, облетать сферу, и вверху обнаружил вторую камеру. Где она? Вот она, беленькая. Оп! То есть, у нас две камеры на сферы, а вторая камера, можно World сейчас включить, наблюдает как раз-таки за состоянием вот этих ящиков. Но подключиться к ней вообще никак нельзя. То есть, я перепробовал все. И дом 0, и дом 1, и дом 2, и дом 3, дом 3. Все, короче, перепробовал. В общем, эти камеры, еще к ним подключаться нельзя. Я так понимаю, что это просто чуть попозже добавят. Но сейчас можно уже представить, какой обзор она будет иметь. Примерно если вот так вот. То есть, вы подключаясь, можете сразу видеть, стоит вам идти на сферу или не стоит. Причем многие могут подумать, что теперь никаких стычек не будет на РТшках. Потому что каждый сидит дома, смотрит, надо им уйти, не надо. Оп, ящиков нет, ну не пойду. Ящики появились, пойду. И типа стычек будет меньше. Но на каждого такого хакера, который наблюдает за этими ящиками, еще 10 хакеров таких же сидит, которые тоже ждут ящики. И, соответственно, они все в дистерон там условно и пойдут воевать за эти предметы. В общем, не переживайте. Стычки как были, так и остались. Вот здесь ее установили. Ее тоже сейчас на основе нету. Но я на этом не остановился. Я полетел искать дальше камеры, естественно. Я полетел на аэропорт. То же самое, все подключал. Кроме дефалта. Но тут видите, на аэропорту не все здания пропадают. Соответственно, искать немножко сложнее. Камера может где-то в углу быть. Поэтому, в общем, я нашел ее одну пока что. Одну. Вот тут внутри, где у нас спрятан лут. Сейчас. Вот она стоит. Есть. Давайте я вам покажу, где она. Она, получается, смотрит как раз на синюю дверь, за которой находится весь топовый лут. Обзор. Ну, примерно будет такой же. Вот. Примерно вот такой. Почему я показываю вот так? Потому что эти камеры еще не добавлены в сеть. Я как только не пытался вводить их, соответственно, по названию РТшечки. То есть, дом 1, если работает, я и Айрфилд, и разными буквами. Есть большой, и все большие, и маленькие, и единички. Что только не добавлял. В общем, пока подключиться к ней невозможно. Но их, опять же, не просто так сюда добавляли. В общем, и таким способом я облетал все РТ. РТ потратил кучу времени, чтобы найти эти злосчастные камеры. В общем, в городе Мирных тоже эти камеры есть. Причем их тут аж 4 штуки. Это лидирующий объект по камерам. Так. Я уже помню, где они находятся. Вот она одна. У нее обзор на магазинчике. Оп. Отключился, посмотрел. Далее. Вторая у нас смотрит прямиком на НПЗшечку. Вот она под таким углом стоит. Еще две камеры вот здесь. Одна смотрит на музыкальные инструменты. Вот она спряталась в уголку. То есть, представляете, да, все эти камеры. Мне надо бы квест такой найти. И четвертая камера вот здесь. Смотрит на стол. На барбекюшечку. Далее я прилетел в город бандитов. Тут две камеры. Одна смотрит вот здесь вот на магазин с оружием в Японс. То есть, у нее обзор примерно вот такой будет. Вы всегда будете знать, кто там что покупает. Ну, а вторая камера, это естественно же, находится в казино. Но, чтобы палить, кто играет, кто здесь игроман, кто находится. Вот она тут стоит. И от нее обзор будет вот так. Сразу будет видно, сколько человек сидит. Какие числа выпадают. Можно дистанционно играть в казино. То есть, по интернету. Возможно, когда добавят интернет в раз. А его добавят. Потому что обещали. Это будет внутренняя специальная сеть. Может быть, даже вот дистанционно в казиночь можно будет играть. Так. Я, в общем, облетал еще стартовую площадку. Powerplant. Trainyard. Но там я камеры, гигантский экскаватор не нашел. Потому что, опять же, по кнопке default не отключаются все строения. Возможно, где-то я что-то пропустил. Может быть, их еще туда и не добавили. Но так, чтобы явно я их там не обнаружил. Но, по идее, в военных туннелях тоже не видел ни одной камеры. Но, по идее, раз все везде добавляют в аэропорту том же, то они должны там появиться. И последнее, куда я слетал, это на нефтевышке. На маленькую сначала и на большую. На большой, к сожалению, пока что камеры нет. Но на маленькой она тоже есть, ребятки. Тоже, как пытался не ввести название там. И OilRig, и 1, и что только не вводил. Невозможно пока подключиться. Вот она стоит. И у нее будет обзор примерно вот сюда. На вот эту площадочку. И можно будет смотреть, так, а ящик? А ящика может быть, ну не знаю, какой-нибудь будет обзор. Вот этот ящик будет видно или нет. В общем, теперь не обязательно подключать пейджер на частоту, настраиваться. Ты просто подрубился к камере и сразу видишь, что там происходит. Сколько людей, то, чем занимается. В общем, вот такой вот, ребятки, я обнаружил. Пишите свои комментарии. То есть, в будущем мы будем сидеть вот так вот. Вбил тут дом, там все. Ну, я имею в виду дом. Нужен на СРТ-шечку. Сверху посмотрел, ящики есть. Там прошерстил космодром, нефтевышечки, аэропортик. Опа, ящички есть. И побежал туда. Потом переключился на турельку. Поуправлял жестико. Пострелял там кого-то. Какая-то жесть. В общем, все молодцы. Кто догадался, что с этого компьютерной станции можно будет управлять турелями. Молодцы. Кто подсказал, что в этих камерах, в принципе, нет механизма поворота и зума. Тоже спасибо большое. В общем, ждем обнову. Наступает какая-то новая эра дистанционного раста, когда ты можешь уже не уходя из дома контролировать вообще все аспекты жизни. Потом еще когда сеть внутреннюю ведут, я вообще не представляю, что там будет. Все. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео. С вами был Флэш.